Киношные войны, прокатные берега. В отечественный кинопрокат с небольшой разницей во времени вышли две комедии под лейблом «Made in Kazakhstan» «Насторожна корова Баяна Есентаева» и «Кемпер Ермека Турсынова». Не обошлась рекламная кампания фильмов без небольшого противостояния между двумя режиссерами «Есентаева» и «Ес Турсынов». Что это? Продуманный пиар-ход или профессиональная неприязнь? Любовь болельщиков зла. Фанаты хоккейного клуба «Борыс» ликовали и воспевали победу своей команды с такой силой, что не смогли удержать нападающего «Борысовцев» на руках. Народная молва дошла и до нашей программы. Отечественные блогеры в очередной раз убедились. За их постами и ссылками тщательно следит редакторский контроль программы блогеры. Кто не спрятался, я не виноват. В эфире блогеры. Казахстанский кинопрокат в марте ознаменован выходом двух картин отечественного производства. Причем обе работы сняты в комедийном жанре и претендуют на звание народного фильма. В начале марта на большой экран вышло детище баян Есентаевой «Осторожно, корова». Творение режиссера Ермека Турсынова Кем Перкина зритель сможет оценить спустя пару дней, 20 марта. Музыка Музыка Да все вокруг только об этом и говорят. Некоторые даже ставки делают. Сам и объявишь. А ты, мать, ты искаешь. Железо ей нужно. Что-то у ней там упало. Тогда я сама завела, назад его закинула и мы рванули. Как говорится, народ требует хлеба и зрелищ. Если первое требование в виде попкорна представлено в полном объеме, то настоящее зрелище развернулось не только на экране кинотеатров, но и в интернет-просторах. А взаимной любви между Баян Есентаевой и Ермеком Турсыновым в СМИ не раз слагали легенды. Вот что сказал Ермек Каримжанович о работе коллег по цеху на этот раз. Обычно я не даю оценку работе своих коллег. Но они мне не коллеги. Я же не выхожу петь. Я не ввожу заблуждение своего зрителя. Когда мерилом фильма становится касса, то это очень однобокий взгляд на вещи. У них это единственный взгляд. Есть кино в изначальном понимании искусства, а есть все остальное. К этим вещам нельзя относиться серьезно. Я не расцениваю их как конкурентов, потому что там бороться не с чем. Но это очень вредное явление. Оно ведет к деградации вкуса и подменяет понятия. Я к этим вещам очень ревностно отношусь. Это не кино. Оно может пользоваться успехом, спекулировать на общем невежестве и зарабатывать на этом дивиденды. Но всегда остается за пределами критики. Не нужно быть предсказателем или иметь талант чтения между строк. Было ясно одно. Турсынов адресовал свой месседж продюсеру фильма «Осторожно, корова» Баян Есентаевы. Ответ не заставил себя долго ждать. Вслед за публикацией в Ювижн последовали короткий твит сообщений от Баян. Кто-то из великих киношников сказал, если ты провалился в прокате третий раз, не снимай кино больше никогда. Господин Турсынов опять потеет. Теперь и корова ему не та. Ермек, я вам с вашей старушкой удачи желаю. Вдруг повезет. Зрительские симпатии разделились на два лагеря. Есентаева, Вес Турсынов. И несмотря на противостояние, данный факт показывает налицо. В Казахстане пусть и небольшими темпами, но формируется здоровая конкуренция в кинематографе. Одновременно в кинопрокат выходят несколько фильмов. Зритель может выбрать наиболее приглянувшуюся отечественную картину. Моё мнение, что нужно радоваться и гордиться. Есть здоровая конкуренция. Мы всё-таки не Болливуд. Но, как говорится, можешь лучше сделаем. Я всегда честен и рад за наш продукт. Я не говорю плохо, но не дотянули. Бывает. Главные в кино сценарии актёры. Режиссёр остаётся в тени и не спасает фильм от провала. Да, но ваши фильмы обречены на успех. Пусть снимают. Хоть какая-то польза будет обществу по возникновению рабочих мест. Он снимает другое кино, а вы другое. Вы даже не конкурируете. И поверьте, у него гораздо больше шансов получить Оскар, чем у вас. Его фильмы более глубокие. У вас на поверхности. Если это приносит вам доход, ради бога. Всегда ли кассовые сборы являются мерилом успеха фильма? Или всё-таки рецензии кинокритиков более объективно оценивают работу режиссёра, продюсера? А может, всё-таки оно, народное признание, и есть самое беспристрастное жюри? Народная любовь порой бывает зла. И это на себе почувствовал нападающий хоккейного клуба «Бары» Сталгаджа Илауев. Ну, ребята, вообще молодцы. Как вы видите по кадрам, снятым одним из очевидцев происшествия, Дильбеком Наримбаевым, прибывшая в аэропорт толпа ликующих болельщиков «Барыса», принялась раскачивать Джейлауа на руках, да не оценила собственной силы. В итоге хоккейст упал, ударился головой и получил сотрясение головного мозга. Как следствие, 28-летний форвард выбыл из обоймы и пока неизвестно, когда вернётся в строй. И это при том, что на носу отечественные матчи четвертьфинала Кубка Гагарина. И примешь ты смерть от коня своего. Особенно экзальтированные болельщики «Барыса» на радостях поехали ночью в аэропорт встречать любимую команду после удачной игры в гостях. В порыве чувств начали качать на руках хоккеиста Джейлауа, которого уронили вниз головой. Хоккеист получил сотрясение мозга и выбыл на месяц. Он пропустит решающие матчи. Не убавить, не прибавить. Навыков и опыта не хватило фанатам для компетентного выражения чувств. Происки конкурентов. Ужас. С такими болельщиками и врагов не надо. Полные идиоты. Таланту скорейшего выздоровления. Только что созвонился с генменеджером команды. Он подтвердил. Толгат получает лечение и пока играть не сможет. Вот так своими обятиями практически задушили одного из ключевых игроков команды перед важнейшим четвертьфиналом. Любовь по-казахски. Приходишь кому-нибудь в гости, а тебя там настолько уважают, что хозяин собственноручно заталкивает тебе в рот огроменный шмат козы в два ели. Ты давишься, пускаешь последнюю слезу асфиксии и помираешь на его заботливых руках. Дико жаль нашего зачарованного странника Талгу. Но ничего не поделаешь. Кто-то должен принести себя в жертву нашей степной и понебратской привычке, нарушать личные пространства, почем зря. Казах казаха не обидит. Он его башкой об пол уронит. Следите за своими постами, мыслями и комментариями, потому что мы следим за вами. Эту фразу вы слышите от меня от недели к неделе. И лишь на днях отечественные блогеры ощутили ее значимость и действенность на себе. Часть из активистов в соцсетях убедились о существовании всевидящего ока программы блогеры, увидев себя и свои публикации в эфире нашего телеканала. Народ, будьте аккуратны в высказываниях на фейсбуке. Канал 24КИЗ следит за нами и выкладывает наши слова. Сижу у тети своей, чай пью с печеньками. Тут идет передача блогеры. Тетя спрашивает меня, знаю ли я этих людей, скриншоты которых показывают. И тут я вижу себя. Анжела Гарипова так и сказала. Мы следим за вами. В общем, следи за собой. Будь осторожен. Фильтруй базар. Вокруг редактора программаем. Не подавайтесь эмоциям, что бы там ни было. Блин, теперь буду реже комментировать такие посты. Опасян. Интересно, Жирновскому доложили об этом? Тогда пусть приплачивают, раз наши материалы ложатся в их сценарий, за который они деньги получают, если что. А вот оно что-то. Кто-то мне один написал в личку. Я вас читал в КИЗ. Я ему, так я тут живу, если что. На что он, нет, с вами бдят. В общем, весело живем. Не, ну а что? Я же не матерюсь. К слову, многие из комментаторов затронули вопрос об авторском праве и нарушении границ личного пространства. Выкладывая информацию в социальные сети, не забывайте, страницы публичные, а значит, все, что там размещается, становится достоянием общественности. Поясняю следующее. Закона канал не нарушал и требовать ничего не нужно. Когда человек и регистрировался, то он мог сделать доступ закрытым и оповестить о закрытой информации, что запрещает использовать. А пост был рассчитан на мнение людей. Комментарий, как обычно, к Жанне всегда много, так как она знает, о чем говорит. Если обращают внимание, это хорошо. Может, дойдет до агашек, которые интернетом не пользуются. Выше написано, что тут нет нарушений. В Фейсбук открытая площадка. Понятие авторских прав здесь не работает. Наверное, эта передача существует для тех, кто не имеет аккаунта в Фейсбуке. Сидят, скажем, о Пашке в Ауле и обсуждают. А нау-блогер Няйтхан есть ты дымбе? На этой позитивной ноте мы завершаем наш обзор отечественной благосферы. Я вновь повторяю вам, следите за своими мыслями, постами и комментариями, потому что мы следим за вами.